В Новосибирске такие рейды начали проводить еще в мае. В Искитиме соблюдение масочного режима стали проверять недавно. Инспектор ДПС Александру Кравцову увезет в этом смысле больше коллег. Проверки проходят каждый раз в его смену. Уже третий раз в рейде. Первый раз с местной администрацией, с Минздравом были на автовокзале, проводили на железнодорожном вокзале. Я думаю, меняется. Второй раз уже с правительством заступаем. Искитим и Берск проверяют чаще других городов области. Во-первых, они самые большие. Во-вторых, имеют высокую транспортную подвижность. И если во время первых рейдов людей без масок еще можно было увидеть в автобусе, то сейчас ситуация изменилась. Водители маршрут так уверены, что дисциплина в салоне целиком зависит от умения договариваться с пассажирами. У меня такого не было. У меня такого эксцесса не было. У вас не послушные пассажиры? Ну, умеем договариваться. Однако, если оплошность допустил сам водитель, например, забыл про маску или с документами не все ладно, то от пассажиров достанется и ему, и инспектору. Ну, пассажиры бывают, да, когда водители, допустим, пишут, они быстрее нужно ехать, за что остановили там. Водители, оплошность как бы водителя, а пассажиры страдают. Пассажиры бывают, не спорят, недовольство высказывают свое в этом плане. Заместитель министра Вячеслав Невежин в ходе проверок столкнулся с разными людьми. Говорит, чаще всего пассажиры начинают бунтовать, когда понимают, что виноваты. Особенно это касается подростков. А с какого возраста ребенок уже должен быть в маске в автобусе? То есть есть какой-то возрастной порог? На маленького же совсем не оденешь. Есть требование соблюдать масочный режим в транспорте, и на сегодняшний день там нет возрастных критерий. Но все мы понимаем, что дети капризничают, что на грудных детей это одеть невозможно в принципе. Поэтому это ответственность родителей, ну и соответственно у нас есть требование соблюдать масочный режим. Но будете ли вы требовать, если перед вами два года ребенок? Вот что как? Если два года, конечно же, никто требовать не будет. Это ответственность родителей, еще раз скажу. И никаких замечаний ни родителям, ни перевозчикам мы не делаем. Но если детям там по 13-14 лет, и они прикрываются тем, что они дети несовершеннолетние, и полиции говорят, что вы не имеете право в отношении нас никаких действий применять, но очень редко, к сожалению, доходит до привлечения родителей к ответственности, потому что не так просто собрать доказательную базу. В этом случае экипажам рекомендуют работать по ситуации. Если пассажир без маски, водитель может подарить ему средства защиты. Сейчас некоторые перевозчики кооперируются и покупают их оптом. Я ехала сегодня с Ленева, все были в маске, включая водителя и все пассажиры. Даже девушке у одной не было маски, водитель ей предложил маску, у него была в маршрутке маска, она тут же ее одела, никаких сопротивлений не было. Наверное, мы достигли определенного уровня самосознания. Реже пассажир категорически отказывается надеть маску. Когда убеждения не помогают, кондуктор вызывает экипаж ДПС или полицию. По Новосибирску у нас в неделю отмечается по несколько вызовов на транспорт, когда пассажир не покидает салон, приезжает полиция, оформляет административный материал, и пассажир привлекается к ответственности. И по ряду случаев перевозчики еще и в судебном порядке, то есть убытки, которые понес перевозчик, пока оформляли эти материалы, в ожидании полиции и непосредственно оформления. То есть оно может измеряться двумя-тремя часами. В эскитиме подобных ситуаций не возникало. Наоборот, говорят проверяющие, эскитимцы соблюдают режим. Пред началом рейда представители министерства проехали по отдельным маршрутам, как и обычные пассажиры. Абсолютно все были в масках. Вопрос еще стоит в том, что вот маска вот эта у вас, у меня, она рассчитана на два часа, правильно? После двух часов она уже на умовред работает, правильно? Ну вы, я поменяем маски, да? А бабушка, дедушка ходят в грязных масках. Они же в грязных масках ходят, посмотрите. Есть основания полагать, что режим ограничений будет продлен, а значит, есть вероятность новых проверок.